Добрый день! В эфире 12 канала. Час новостей в студии Регина Бузарова. И вот главное в этом выпуске. Взрыв газового баллона привел к гибели двух человек. Предложил суду назначить виновным наказанием в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет. Суд вынес приговор заправщику. Перевернулся КАМАЗ с песком. В чем причина происшествия и есть ли пострадавшие? Теперь не бесхозное поле, а футбольное. Дети, конечно, ждут. Они уже меня спрашивают. Новое покрытие с трибунами устанавливают в больших полях. Как удалось реализовать проект и что еще будет сделано? Уверенный прорыв для Омской школы. В наш город вернулся призер первенства Европы Александр Крикуха. За сына было волнительно, а за внука еще волнительнее. Эмоции родных и близких и первое интервью спортсмена после возвращения на родину. О Мичу, по вине которого два человека погибли из-за взрыва газового баллона, вынесли приговор. Трагедия произошла еще в декабре 2022 года. Пострадавший 62-летний мужчина и 56-летняя женщина приехали на заправку, хотели пополнить бытовые газовые емкости. Сотрудник заправочной станции знал, что оборудование для этого не предназначено, однако в услуге не отказал. Позже уже у дома супругов один из баллонов взорвался, а начался крупный пожар. А Мичи скончались в больнице с серьезными ожогами. Сотрудник заправки своей вины так и не признал. В премии сторон государственный обвинитель предложил суду назначить виновным наказанием в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет. Суд вынес приговор с назначением виновного наказания в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В Омске у телецентра перевернулся КАМАЗ с песком. Материал высыпался на проезжую часть. Лежащая на боку машина перегородила полосу, образовалась пробка. К счастью, пострадавших нет. Как сказал сам водитель, он не успел вовремя затормозить. Сейчас КАМАЗ переворачивают краном, чтобы устранить затор. Сегодня водитель мужчина, 58-го года рождения, управляя грузовым транспортным средством КАМАЗ, следовал по улице Заозерное в направлении улицы Лукашевича, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По факту дорожного транспортного происшествия будет проводиться проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. В поселке Большие Поля начали строить современное футбольное поле. Спортивная площадка будет оснащена новым покрытием из искусственной травы, трибунами и солнечными батареями. Работы на объекте только начались, строители разровняли землю. Однако уже через полтора месяца, как обещает подрядчик, дети смогут выйти и поиграть на новом поле. Отмечу, раньше вся эта территория была бесхозной и усеяна высокой травой. Возведению новой площадки местные жители очень рады строят планы, как будут проводить здесь уличные соревнования. Реализовать проект удалось благодаря социальной акции «Решают люди». Дети, конечно, ждут, они уже меня спрашивают. Алена, когда уже будет у нас футбольное поле? Мне даже, когда прошло голосование по выборам, меня даже люди спрашивали на остановках, неужели правда будет у нас построить нам футбольное поле. Говорят, ну ждем результатов, там посмотрим. Конечно, результат всех очень обрадовал. Добавлю, что в рамках социальной акции «Решают люди» в этом году отобраны 193 инициативы. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Строительство детских площадок, благоустройство общественных территорий, освещение. Что именно появится, выбирали сами жители. В этом году по инициативе Виталия Хаценко увеличили финансирование в 10 раз до 1 миллиарда рублей. Сумма беспрецедентная. Сохранит не только автомобиль, но и жизнь. И омские конструкторы разработали тройную бронезащиту для машин. И уже скоро в зону СВО отправится усовершенствованный УАЗ-фермер. Машину буквально переоснастили, чтобы адаптировать к сложным условиям за ленточкой. В ней есть камера, мониторы и датчики. Но самое главное – специальная бронь от дронов. Подробности пилотного проекта в материале наших корреспондентов. Мы здесь поставили второй линии. Это от осколков и от взрыва защищает. Вот здесь лист металла 3 миллиметра. Тройная защита по всему основанию УАЗа. Разработка уникальная. Не только сохранит автомобиль, но и жизнь экипажу. Если противодроновые сетки часто применяются на многих образцах техники, то противоосколочная система на автомобиле УАЗ – новинка. А еще машина буквально видит в темноте. Дооснастили камерой, которая дает возможность в темное время суток передвигаться без фонарей, без освещения. Инфракрасный фонарь. С ним видно дорогу вплоть до 100 метров. Окраска и маскировочные сети скроют этого железного коня от глаз противника. Машину буквально пересобрали по винтику, чтобы адаптировать к сложным условиям в зоне СВО. В данной машине полностью заменены все жидкости, все шванги. Коробку мы отремонтировали, тоже поменяли масло. Соответственно, ходовую часть машины полностью реанимировали. Над переоснащением около месяца трудилась целая команда. Мы привлекли конструкторов и разработали такую вот эту систему защиты, которая в принципе она и на модель буханку, и на модель фермер данный. То есть всего из четырех деталей будет состоять, которые будут комплектоваться. Используют для подвоза боеприпасов, ведения разведки и передвижения раненых. Сами военнослужащие говорят, такие усовершенствованные автомобили на фронте просто необходимы. Видео с обратной связью тому подтверждение. Поставка от волонтеров не первая. Всех, кто помог приобрести этот автомобиль, также всем спасибо. С вашей помощью победа будет за нами. Вместе с машиной за ленточку отправятся и 20 тонн гуманитарной помощи. Здесь медикаменты, одежда, продукты питания, средства гигиены. А еще генераторы. Сегодня мы максимально работаем. Склад приезжают волонтерские организации, частные компании, приезжают органы исполнительной власти для того, чтобы привезти гуманитарную помощь. Сегодня же мы ее оформляем и уже завтра сформированную фуру грузим и отправляем до Лугаска. Фуры в зону СВО отправляются каждую неделю. Свой вклад в победу может вынести каждый амич. Валентина Шемякина, Анна Лукинец, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Другим темам. Сегодня областной суд вынес приговор семейной банде наркодилеров. Тестью с зятем за производство наркотиков на двоих грозило 33 года. Резонансное уголовное дело и рекордные объемы производства, по версии следствия, изготовили 60 килограммов. Один из подсудимых, житель Красноярского края, как следует из материалов, вместе с родственником, организовали на участке в Нижнеомском районе мини-цех по изготовлению губительного зелья. В сговоре с операторами запрещенного интернет-магазина помещали вещество в тайники закладки. В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили множественные канистры с реагентами и оборудование для производства наркотических средств. Сегодня перед приговором подсудимые выступили с последним словом. С 40 лет отработал в районе приравных районов Севера ветеран труда и в жизни не думал, не гадал, что я столкнусь и буду участвовать как соучастник преступлений, изготовлений и наркотиков. Свою вину признаю полностью. 63-летнего тестя суд в итоге признал не исполнителем, а соучастником преступления и назначил наказание в виде 8 лет строгого режима. А его зять проведет в местах лишения свободы 16 лет. Почти год осужденные уже отсидели им. Зачтется время пребывания в СИЗО. Подробный материал смотрите в следующих выпусках «Часы новостей». Вблизи городских остановок установят новые ограждения. Это почти 2 километра металлических конструкций, которые появятся в разных округах Омска. На эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Мэрия объявила аукцион. На 13 объектах выполнят работы до конца лета. Отмечу, что заборы будут выполнять функцию ограничения, то есть обозначать направление движения для пешеходов и отделять опасные зоны. Тем временем в главной водной артерии Омска проводят глубокую очистку дну Иртыша и следуют водолазы. Работы проходят вблизи городских пляжей. Реку очищают от бревен, коряг, мелкого бытового мусора. Отмечу, что на побережье зоны отдыха в этом году завезен новый песок и установлено специальное оборудование. А также информационные таблички. На всех муниципальных пляжах организовано дежурство спасателей. Но купаться в Иртыше по-прежнему не рекомендуется. Стать крепким связующим звеном между государством и бизнесом в понедельник, 8 июля, состоится Общее собрание Союза строителей Омской области. Министр строительства региона Александр Рожко призвал всех членов организации принять участие, чтобы каждый высказал свое видение работы. Взаимодействовать предстоит плотно и конструктивно по многим направлениям. Также региональный союз строителей станет полноценным партнером и связующим звеном между государством и бизнесом, отметил министр. Напомню, ранее в организации возникла конфликтная ситуация между формальным руководством и участниками. От имени дирекции даже были разосланы уведомления с призывом игнорировать приглашения на встречи. Еще раз отмечу, что собрание состоится 8 июля в 10 утра по адресу Заозерная, 15. Омский спорткомплекс «Красная звезда» признан одним из лучших. Престижную награду вручили в рамках международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. В национальном конкурсе «Арена-2024» участвовало почти 400 спортивных сооружений, в том числе из Белоруссии, из Азербайджана, Армении и Узбекистана. «Красная звезда» стала бронзовым призером. С заслуженной наградой глава региона поздравил коллектив спортшколы и Министерство спорта региона. Отметю, что Омская область продолжит развивать спортивную инфраструктуру и проводить на своих площадках масштабные культурные и спортивные мероприятия. Напомню, выставка форума «Россия» на ВДНХ стала одной из самых масштабных и продолжительных. За время работы ее посетили 18 миллионов человек. Стенд Омской области стал одним из популярных. Регион представляли культурные, спортивные и образовательные учреждения, а также ведущие предприятия Омской области. Увидеть можно было и мини-версию легендарной ракеты-носителя «Ангера-А5», которую собирают в нашем регионе. Знаковое событие для Омской школы борьбы. Сегодня из Сербии вернулся Александр Крикуха, завоевавший бронзовую медаль первенства Европы по греко-римской борьбе. Такой высокой награды в этом виде спорта в Омске не было почти 20 лет. Несмотря на ранний час, спортсмены в аэропорту встречали десятки восторженных болельщиков, а также наша съемочная группа. Подробности в сюжете Алексея Дареева. Вот такой представительный десант высадился сегодня ранним утром в Омском аэропорту. Сложенные из воздушных шариков триколоры, флаги России и Омской области, поздравительные плакаты, десятки друзей и родных. Все и все в ожидании Александра Крикухи. И вот призер первенства Европы по греко-римской борьбе появляется перед восторженными встречающими. Среди них, конечно же, и самая главная женщина в знаменитой борцовской династии. Валентина Николаевна Крикуха. Жена, мама и бабушка знаменитых классиков. За сына было волнительно, а за внука и вот еще. Муж вроде как взрослый, а эти маленькие, а внук совсем, ну, маленькие, вроде маленькие-маленькие. Смотрю уже на Европе, призер Европы. Рады, очень довольны. Дед Александра Крикухи Юрий Александрович двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. Отец Юрий Юрьевич победитель первенства и чемпион России 1996. И вот теперь представитель третьего поколения борцовской династии – призер прошедшего первенства Европы. Вот такую красивую борьбу продемонстрировал в сербском городе Нови Сад наш земляк. Роскошные амплитудные броски и стальной характер открыли ему путь на пьедестал. Турнир – один из самых ответственных в моей карьере. То есть от такого уровня соревнований у меня в третий раз и впервые у меня получилось стать призером. Вот так, ну, конечно же, выкладывался и старался победить, привести медаль. А меч уступил представитель Швеции Хамзе Сердканли и не прошел финал. Но в поединке за бронзу уверенно взял верх над Патриком Гордоном из Румынии со счетом 7-1. А вообще, вся сборная России выступила в Сербии великолепно. В копилке россиян семь медалей из десяти возможных. Ну, вся команда, можно сказать, есть такой термин – звенела. Ну, в том числе и сын тоже боролся. И неплохо. То есть, ну, конечно, там немножко не получилось выйти в финал и там победить. Успех Александра Крикухи на первенстве Старого Света – огромное достижение для омского спорта. Он очень долгожданный, а оттого особенно приятный. Последняя медаль с чемпионата Европы была у нас в 2006 году. Впрочем, долго предаваться радости, времени у Саши нет. В начале сентября в испанском городе Понте-Ведро стартует первенство мира. Прекрасный шанс для Александра Крикухи пополнить свою коллекцию наград. Алексей Дарив, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Пенная дискотека, коройки битва, мастер-классы и выступления звездных артистов. Амичей приглашают провести большие семейные выходные вместе. Грандиозный всероссийский проект пройдет и в нашем городе. Он приурочен к году семьи, объявленным президентом Владимиром Путиным. Сразу на нескольких площадках Омска состоятся фестивали, конкурсы и спортивные состязания. В сквере «Дружба народов» можно присоединиться к семейному пикнику. А в историческом парке «Россия. Моя история» увидеть мультимедийную экспозицию «Предание старину глубокой». Одной из главных локаций станет парк на Зеленом острове. Для амичей выступят известная певица Люся Чеботина и кавер-группа «Хитс». Интерактивные площадки откроются в 15 часов. А известные хиты артистов можно услышать в 20.00. И последнее. Посмотреть фильмы теперь можно под открытым небом. Сегодня стартует проект «Летний кинотеатр». Он откроется прямо в центре города. Специально для этого выбрана площадка у Ленинградского моста в сквере «Дома кино». Там установят специальное оборудование. Советские и короткометражные фильмы будут показывать каждую пятницу. Сегодня амичам представят картину «Шанс» 1984 года. А уже на следующей неделе зрители смогут бесплатно посмотреть фильм «Нежданно-негаданно. Вход свободный». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Обувные выходные в континенте. Только 6 и 7 июля. Большая летняя распродажа обуви и кож-галантереи. Скидки до 70%. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Спонсор выпуска автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП. И о погоде. Завтра 6 июля в Омске переменная облачность в ночное время плюс 15-17. Днем 23-25 градусов выше нуля. В районах переменная облачность ночью 15-16. Дневная температура 18-20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Приглашаем детей в незабываемый IT-лагерь Компьютерной Академии ТОП. За две недели детей ждут создание игр и роботов, 3D-моделирование, фото- и видеосъемка. Компьютерная Академия ТОП. Маршал Жукова 101, корпус 1. 70 лет октября 12, корпус 1. Телефон 90-63-91. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова